Добрый день дорогие друзья, меня зовут Наталья Зайцева и я руководитель проекта Сабришин, проекта, первым и очень громким продуктом которого является инфодайвинг. Инфодайвинг это направление в психологии, психотерапии или экстрасенсорике, это вы определите сами. Мы все это больше относим к программному обеспечению человека и на сегодняшний день аналогов этому направлению в мире нет и ввиду его невероятной эффективности мы хотим его расширять и развивать. Инфодайвингу всего год, но за год мы разработали алгоритмы как у человека из психики удалять болезни такие как аутизм, болезни центральной нервной системы. Выключая ДЦП у нас есть наработки по боковому амиотрофическому склерозу, по анорексии у нас есть наработки связанные с ВИЧ инфекциями, с наркоманией, с алкоголизмом и даже с конфликтами пола. То есть фактически мы затрагиваем те области, которые считаются неизлечимыми, но при этом во всех этих областях, при всех этих заболеваниях у человека есть проблемы с включением, выключением осознанности сознания. Мы работаем с сознанием, именно глубинным сознанием человека и проводим те трансформации, которые не могут провести ни химические препараты, ни работа с телом, ни работа с психотерапевтом, ни работа с экстрасенсом, ни с кем. На сегодняшний день в этой нише рынка есть только мы и никто повторить этого не может. За год мы полностью расписали, разрисовали структуры психики, положили их в электросхемы и с этими электросхемами мы и работаем. И это дает невероятные результаты. Попытаться объяснить людям, что мы делаем, это примерно то же самое, что средневековому обществу объяснять, что такое 4G. В слова положить тяжело, мы просто выдаем результат. Вы можете зайти на наш основной сайт poop.by и найти там списки, просто списки людей, которые участвовали в экспериментах наших в течение года и каких результатов мы достигли. Там есть фильмы о детях, которые вышли из аутизма, там есть фильмы о детях, у которых выключается ДЦП, там есть ролики, там очень много материалов именно с результатами нашей работы. За этот год мы наработали много, но у нас, когда мы смотрим на то, какими невероятными возможностями обладает инфодайвинг и что он может дать человечеству, наверное, это круче, чем открытие бактерий и как они изменили нашу медицину. Мы хотим сделать следующий шаг. Мы хотим пойти дальше. Мы хотим начать очную работу с аутизмом и с заболеваниями центральной нервной системы, потому что сейчас работа велась только дистанционно, только онлайн. Это все техники влияния, это все перепрошивки. Итак, мы хотим начать очную работу и подтянуть специалистов логопедов, остеопатов, дефектологов и так далее, более узких специальностей и совместить наработки, которые есть у нас в обществе, качественные, с тем, что делаем мы для того, чтобы иметь еще большие результаты. Мы хотим перейти на англоязычное пространство и знакомить с нашей методологией англоязычную аудиторию. Мы хотим расширить нашу техническую базу, дописать платформу в интернете, которая у нас уже есть, мы над ней усиленно работаем для того, чтобы с любой страны мира. Профессиональные специалисты, которые хотят применять в своей работе инфодайвинг, могли открыть кабинет и работать с этой платформой, с теми, кто хотят с ними взаимодействовать. Расстояние не играет в данном случае значение. То есть ты можешь находиться в Канаде, другой в Японии, сели вместе в свои кабинеты, соединились, работаем. И имеем результат, потому что инфодайвинг – это о результатах. Более того, мы открыли в психике очень интересный механизм. Он отвечает за озарение. Всегда считалось, что озарение или приход какой-то такой уникальной информации – это удел только Бога. На самом деле это обычный, обычный механизм психики человека. И озарение можно запускать, просто запускать. Для этого есть определенные условия. И мы уже более-менее этот механизм изучили. И мы хотим проводить эксперименты именно с техническими изобретениями, с изобретательской частью. И вот когда я обо всем этом говорю, в глазах рисуется центр. Здание, где есть площади, где есть кабинеты, где есть небольшой зал для проведения занятий, для взаимодействия, где есть кабинеты, где стоит аппаратура, где есть кабинеты, где стоят определенные сервера. Но у нас сегодня этого ничего нет. За год нашей работы мы все наработали вот в этой комнате. Эта комната находится в моей квартире. Не выходя из квартиры, просто в одной комнате мы наработали те результаты, которые вы можете видеть сегодня в интернете. Это сумасшествие? Но это так есть. И сегодня нам надо расширение. Нам надо сделать следующий шаг. Мы можем его сделать быстро или мы можем его сделать медленно. Если мы не найдем поддержки нашего проекта, поддержки вас, мы будем делать это медленно, но мы все равно это будем делать. Если найдутся люди, которые заинтересованы в поддержке нас и нашего проекта, заинтересованы благотворительно или как меценаты, мы с удовольствием с вами обсудим, как мы будем взаимодействовать. Мы ждем поддержки людей, которые действительно неравнодушны к детям, которые действительно видят перспективы того, что мы делаем, и которые осознают, это ведь не только дети, это не только технические изобретения, это невероятные возможности и в бизнесе, и в любой отрасли. И это духовное развитие человека, это приход человека к себе настоящему. Это действительно приход человека к тому, кто он есть по своей природе и от Бога. Это есть настоящее проявление человека, это ответ на те вопросы, которые очень многие, став успешными, богатыми, пытаются задать в религии, пытаются задать самому себе и не находят на них ответа. Мы поможем вам найти эти ответы, а вы поддержите нас и помогите нам, и, возможно, наше взаимодействие действительно перевернет весь мир, сделает его добрее, лучше и светлее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok